Добрый день, коллеги! Меня зовут Михаил, я инженер департамента Matworks. В этом видео вы увидите, как программировать Raspberry Pi при помощи Simulink. Давайте начнем с краткого рассмотрения Raspberry Pi. Это одноплатный компьютер, разработанный как бюджетная система для обучения информатике в школах и университетах, но получивший в дальнейшем более широкое распространение и популярность среды энтузиастов и любителей сделать сам. Существуют три модели A, B и недавно появившаяся B+. Matworks не поддерживает модель A, поскольку в ней нет Ethernet-порта. Технические характеристики модели B следующие. Процессор ARM11, работающий на частоте 700 МГц, 512 МБ оперативной памяти и набор интерфейсов Ethernet, USB, цифровые интерфейсы для связи с внешним оборудованием, GPIO, UART, I2C, SPI, а также интерфейсы для вывода аудио и видеосигналов. Модель B стоит 35 долларов, но в России можно купить примерно за 2000 рублей. Под Raspberry Pi портировано много операционных систем, большинство на базе Linux, но есть и более экзотические варианты. Для работы с Raspberry Pi требуется версия MATLAB как минимум R2013A, но лучше всегда работать в последней версии, сейчас это R2014A. Поддерживается работа только в операционных системах Windows 32-бита и E64-бита. Кроме MATLAB, вам также потребуется Simulink. Это необходимый минимум тулбоксов, позволяющий запускать модели Simulink непосредственно на аппаратной платформе. Как я уже говорил, поддерживается только модель B с Ethernet портом. Необходимы следующие подключения. SD-карта как минимум на 4 гигабайта, возможно использовать microSD карточку через переходник. На карте памяти находится операционная система и пользовательские файлы. Чуть позже я расскажу, как подготавливается эта карта памяти. Сетевой кабель должен быть подключен в разъем Ethernet. Поддерживается как прямое подключение между компьютером и Raspberry Pi, так и через сетевой маршрутизатор. Питание осуществляется через разъем microUSB, при этом рекомендуется использовать отдельный адаптер питания, а не подключать к USB порту компьютера, потому что 500 мА стандартного USB порта может быть недостаточно. В моем случае я также подключил USB веб-камеру, которая нам потребуется чуть позже для демонстрации. Обратите внимание, что для Raspberry Pi предлагаются разнообразные корпуса и я рекомендую вам приобрести один из них для большей защищенности платы и эстетики. Теперь перейдем к MATLAB и посмотрим, как осуществляется работа с Raspberry Pi из этой среды. Это графическая среда MATLAB. Вначале требуется установить пакет поддержки Raspberry Pi. Это можно сделать, выполнив команду TargetInstaller в командном окне MATLAB или из меню Add-ons Get Hardware Support Packages. Откроется графический установщик пакетов поддержки и вам будет предложено несколько опций. Рекомендуется всегда устанавливать из интернета, поскольку тогда вы получите самый новый пакет поддержки. Далее требуется выбрать нужный пакет из списка. После этого установщик приведет вас по необходимым шагам и автоматически скачает и установит все, что нужно. Я не буду на этом останавливаться, поскольку это достаточно прямолинейный процесс и на каждом шаге даются пояснения. В процессе установки вам будет предложено вставить SD-карточку в компьютер и на карту будет записан образ операционной системы. Матворкс использует Raspbian, который в свою очередь основан на Debian Linux. После установки вы сможете открыть документацию, выбрать раздел Supplemental Software и открыть документацию по Raspberry Pi. В документации есть обучающие разделы, в которых требуется начать, а также несколько примеров – параметрический аудиоэквалайзер, инвертирование изображения и датчик движения. Если вы откроете библиотеку блоков Simulink, то увидите отдельную библиотеку для Raspberry Pi. Эта библиотека содержит блоки для записи и воспроизведения звука, для работы с пинами ввода-вывода, для управления встроенным зеленым светодиодом на Raspberry Pi, блоки для захвата и отображения видео, отправки и получения данных по UDP, а также для конвертации текста в речь. Давайте посмотрим на создание простой модели для Raspberry Pi с нуля. Я создам новую модель. Добавлю в эту модель блок-источник, который выдает синусоиду. Синусоиды у меня будет работать по сэмплам. Часто дискретизации будет 100 раз в секунду и один период будет включать в себя 150 сэмплов. Эту синусоиду я буду подавать на блок-приемник, на осциллограф. Во время работы модели я хочу менять амплитуду синусоиды, поэтому я возьму блок слайдер Gain из бутейки Mat Operations. Ну и скажем, я хочу менять синусоиды от нуля до двух. Для того, чтобы эту модель запустить на Raspberry Pi, я должен зайти в меню Tools, Run on Target Hardware, Prepare to Run. Откроется конфигурация модели и мне будет предложено выбрать целевое оборудование. Я должен выбрать Raspberry Pi. После того, как я нажму применить, вы видите, что будет отображаться IP-адрес, по которому будет доступна плата имя пользователя, пароль и директория, в которой будут находиться все временные файлы. После того, как я эти опции выставил, в решателе у меня автоматически выставился решатель с фиксированным шагом дискретный. Я поставлю бесконечное время симуляции и включу режим симуляции External Mode. Этот режим позволяет мне из модели Simulink управлять выполнением алгоритма на Raspberry Pi. Давайте сохраним модель. Чтобы запустить модель на Raspberry Pi, мне достаточно нажать кнопку Run. Вы видите, что у меня открылось окно консоли, в котором пишется, что модель запущена. Вы видите, что модель у меня сейчас работает. Работает на самом деле код на Raspberry Pi. Модель при этом отображает значение сигналов. И, например, если мы поменяем один из параметров, например, Slider Gain, здесь, то мы видим, что изменения этих параметров автоматически отражаются на работе нашей модели на железе. Когда я нажму кнопку Stop, работа нашей модели на Raspberry Pi будет завершена. В этом окне вы видите, что модель установлена, симуляция также завершена. Мы теперь можем закрыть это окно. Давайте теперь посмотрим на более сложную модель. В этом примере осуществляется обработка видеосигнала, который приходит с веб-камеры. Мы задаем имя устройства, размер изображения, формат и частоту дискретизации 30 раз в секунду. Внутри у нас находится алгоритм, который распознает бар-код, штрих-код. И распознанный штрих-код вместе с оригинальным изображением мы подаем на видеодисплей. Если нажать кнопку Deploy to Hardware, то эта модель будет независимо работать на Raspberry Pi, получать данные с подключенной веб-камерой и отображать их на мониторе, подключенном к Raspberry Pi. Если запустить эту модель в External Mode, что я сейчас и сделаю, то я смогу, например, менять какие-то параметры модели, например, положение этих сканирующих линий для расшифровки бар-кода. Ну и также я смогу видеть видео у себя на хост-компьютере. То есть не обязательно подключать монитор к Raspberry Pi. Модель запускается. Давайте попробуем дать ему какой-нибудь штрих-код. Камера должна сфокусироваться. Штрих-код распознан. Давайте попробуем еще один. Вы видите, что цифры, которые выводятся на дисплей, они совпадают с цифрами на самом штрих-коде. В заключение я приведу ссылки на дополнительные ресурсы. На сайте matworks.com slash академия вы найдете учебные пособия, материалы курсов и примеры проектов. Дополнительная информация о поддержке оборудования в Matlab и Simulink доступна по ссылке matworks.com slash hardware support. Matworks поддерживает отдельный сайт, исключительно посвященный разработке проектов в Simulink для аппаратных платформ. Там содержится большое количество полезной информации и видео. Сайт называется MakerZone. На сайте matlab.ru также есть раздел, посвященный образованию. На нашем видеоканале YouTube вы можете увидеть дополнительные примеры работы с платами Arduino и BeagleBoard из Simulink. Смотрите канал пользователя Matlab in Russia. Кроме того, на сайте matworks вы можете найти запись вебинара обучения на реальных проектах при помощи Matlab, Simulink и целевого оборудования на русском языке, в котором рассказывается о поддержке бюджетных аппаратных платформ из Matlab и Simulink. Спасибо за внимание. До свидания.